Фиона, ты уже собираешься в школу? Да, мам, как раз этим сейчас и занимаюсь. Хорошо, тогда не забудь причесаться и напоить Мауса. Хорошо, хорошо, сделаю. Держи, Маус, я тебе в поилочку налью водички. Сегодня счета контрольная. И как там у тебя дела с успеваемостью? Я надеюсь, троек не будет годовых? Троек? Да нет, мам, ты что? Как бы двоек не было. Хм, а что если... Маус, Маус, не хотел бы ты прогуляться сегодня со мной, а? А то сидишь в этой клетке. Пойдем, я посажу тебя в рюкзачок. Тебе понравится путешествие. Надеюсь, ты мне не пригодишься, но все же. Мам, я ушла. Удачи тебе. Да, спасибо. Удачи мне сегодня точно пригодится. Девочки, девочки, я хотите покажу, какую ручку прикольную вчера купил? Да, давай, показывай. Всем привет. Как настроение перед контрольными? Вот, смотрите, как она умеет. Ай, фу, что это? Ой, извини, не хотела, я просто ручку новую показывал. Ай, ты специально у меня целился? Да не, не, я когда целился, тебя еще не было, привет. Лучше бы с единорожкой ручку купил, чем с этим. Ай. Маус, у тебя там все в порядке? Тетрадки только не грызи, они мне еще нужны. Настроение перед контрольными? А какое оно может быть? Мне мама сказала, если я тройку принесу, она меня из дома выгонит. А у меня телефон на месяц заберет. А я к бабушке на все лето в деревню поеду. А мне ничего не сделают. Наверное. Ее не спрашивал, конечно, но сказал, что у меня будет четверка. А сейчас какой урок? Это с литературы, а потом как раз по мачке контрол. Степа, кто ты там ищешь? Слушайте, пока перемена и Эдна нет, нам нужно найти контрольную все варианты. И пока идет литература, мы из интернета спишем всю контрол по математике. И у всех будут пятерки. Да нет, ты что, на столе ты ничего не найдешь. Эдна ведь не сумасшедшая, на столе нам контрольные оставлять. Они у нее спрятаны где-то. Так слушайте, давайте найдем, а? Это единственный из вариантов. Ну, если только в шкафу где-то, в зеленом или вон в том розовом. Давай я у дверей постою, посмотрю. Когда Эдна пойдет, я тебе свистну. Окей, давай. Так, сначала посмотрю в зеленую, может тут? Эх, нет, здесь контрольных нету. Не идет? Нет. Так, ну все. Сейчас попробую в розовом найти. Так, так, так. По-моему, вот они. Эй, нашла контрольные сейчас. Да, конечно. Да, сегодня у меня годовая контрольная. Да, все, да, 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 все хорошо. Да не надо проверяющих, все нормально будет. Я за километр вижу все шпаргалки. Ага. А, Эдна идет. Тсс. 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 Скажите, что меня нету. На следующий перемене вылезу. Окей. Да, 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 да. Да, все, ага. Давайте. Здравствуйте, ребята. Да не вставайте, не вставайте. Урок литературы. Следующий урок математики будет годовая контрольная. Поняли? Здравствуйте, Эдна. Знаем, подготовились. Ха, сейчас Елена там в шкафу, с интернета все контролюки спишут. И все готово, все к пятерке будут. Только надо как-то её отмазать, что её нету на литературе. Давайте скажем, что она к доктору пошла, нам звонила. О, давай, точно, к стоматологу, короче. Дежурный кто сегодня? Я дежурная, все по списку, кроме Фиона. Она звонила, сказала, пошла к стоматологу, ко второму уроку будет. Понятно, ещё бы она не была, годовая контрольная, всё-таки явка обязательно. Давайте начнём. Учебник у нас уже закончился, поэтому сегодня произведение я вам прочитаю. А вы потом выучите его... Ладно, давайте не выучите, пересказ будет. О нет, сейчас опять, надеюсь, страниц задаст. Окей, Гугл, как решить это уравнение? Тут ещё и по три задачи, ну и контролха. Так, но сначала хотела бы предупредить, чтобы поведение во время контроля было идеальным. Кто где-то будет наклоняться, что-то шептаться, все будут за дверь выкинуты, ясно? И ещё, кто напишет годовую на двойку, мало того, что получите за годовую два, это получается в четверти два, и за годовую в дневник тоже два. Вот, всех вывешу вот так вот, прямо на стенде школы, ясно? Не класса, а на стенде школы, чтобы вам обидно было, что вы двоечники такие у нас. А то мне премию пообещали, если хорошо напишите, мне директор премию выпишет, так что давайте, это и в ваших, и в моих интересах, ясно? Ясно! Ну всё, предупредила. Так, слушайте рассказ. Я надеюсь, вы меня услышали, а не прослушали. Этот рассказ вы можете найти в учебнике литературы за шестой класс. Эдна, извините, пожалуйста, а где мы его возьмём? Его же выдадут только на следующий год. В интернетике в своём и найдёте. Когда не надо, так всё там находите, а как рассказ найти, так сложности сразу. Ой, всё, урок окончен, подготовиться к контрольной работе по математике. Фиона, Фиона вылезай, она ушла. Фу, как страшно было сидеть в этом шкафу. Короче, всю контрольную я нафоткала, все варианты. Так что давайте пока перемена, быстренько решение найдём. Я тут кое-что нашла, но не всё. Ага, молодец, мы короче сказали, если что, ты была у стоматолога. Ага, спасибо. Так, девочки, мальчики, сейчас всем разошлю разные варианты. Давайте быстренько найдём решение, и контрольная у нас в руках. И пятёрки в нюняках. Здорово, молодец, Фиона. Не только она, а все мы вместе молодцы, мы её прикрывали. Так, давайте, окей, Гугл. Фиона, ты забыла шкаф закрыть. То сейчас Эдна бы пришла, а сразу что-нибудь заподозрила. Хорошо, что так всё получилось, а то у меня был ещё запасной план. Я очень рада, что им не воспользовалась. Ну что, мои дорогие, готовы? Сейчас выдам листочки с печатями. Не марать. Пишем на черновичках, потом переписываем в листок контрольной. И раздам вам варианты. Вариантов много, списать будет не у кого. Ребята, сидите на своих партах, там мышь. Мышь в шкафу. Мышь? Я надеюсь, это не Маус прогрызнул рюкзак и выбрался. Как же я буду его ловить? О, она убежала, убежала вон туда. Фиона, тебе за рюкзак куда-то залезло. Не советую тебе его брать сегодня. Фух, так нет, может она совсем убежала. Главное, что она выбежала из шкафа. Чуть контрольную нам не сорвала. Ух, Машара. Это что такое? Это что такое здесь? Это что такое-то? Все контрольные варианты в пыль сгрызены. Противная мышь. Как, ну как теперь писать контрольную? Откуда она только взялась в тот шкафу? Вроде и дыр-то нет. Здесь что ли заползла? Ой, и что делать-то? Видно. Так может у директора есть и еще эти же варианты контрольные? Да откуда? Все же приходит с управления образования. Ой, я пойду звонить директору, что сейчас будет. Алло. У нас что, мышей-то в школе не травят что ли? Да, кричу. У меня в шкафу мышь контрольная съела. Прям в пыль сгрызла. Сгрызла? Где я там чего им выдам теперь? Нет. Что делать-то? Переносить на завтра? Другие варианты будут, да? Ой. Ой, перенервничала-то. Ага. Все, ладно. Так, ребят. Радостная, нерадостная. Не знаю новость какая, но у вас есть еще один день подготовиться к контрольной. Завтра из управления образования пришлют новые варианты. А сегодня давайте пробежимся по старым темам. Повторим немного, чтобы все хорошо завтра написали. Да ну нет, победа была почти у нас в кармане. Откуда взялась эта мышь? Она весь план испортила. Эх, Маус, Маус. Ну я тебя взяла, чтобы ты мне помог, а ты... Хотела, если что, во время контрольной его выпустить. Эдна бы испугалась и убежала. Мы знаем, что она мышей боится. А мы бы все списали. А я придумала другой вариант, потому что в шкафу меня закрыли. И все, все варианты были списаны, а ты... А завтра будут другие варианты. Ну ладно, Маус, завтра пойдешь мне помогать, понял? Как хочешь. Когда уже эта школа закончится, кажется, мы все устали. Лишь бы я одна не узнала, что это моя мышь. А то тогда все, двойка мне точно будет. И за математику, и за поведение. Вы, ребят, не рассказывайте, ладно? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка. И смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока!